Акция называется «Ямам нет». Суть ее состоит в том, что обычные граждане нашего города вместе со мной собрались и решили обвести ямы в нашем городе на дорогах и показать тем самым администрации нашего города, что они должны лучше выполнять свои обязанности по ремонту наших дорог. Так как средства выделяются на содержание огромное, деньги ежегодно тратятся, ремонт делается, а состояние дорог все так же никудышное. Сегодня встретились с администрацией, услышали их мнение. Я не боюсь совершенно с ними общаться и наоборот всегда за контакт с властью, чтобы она видела, что мы конструктивно предлагаем решение. Я буду отслеживать, фиксировать места, где они обводят. Я, конечно, постараюсь как-то тоже пассивно, так скажем, принять участие, какие-то рекомендации. Но в первую очередь взять на заметку и устранить, конечно, в первую очередь недочеты предприятий, которые у нас обеспечивают ремонт дорожного полотна. Они работают в круглосуточном режиме, ремонт ведется постоянно, так что, в принципе, простоев у нас не возникает. Все дорожные дефекты, которые у нас имеются, они в планомерном режиме устраняются. Экипажей у нас получилось семь. По районам самые, которые, получается, востребованы в ремонте этих дорог, да, это, допустим, Сипаилово, Док, Черниковка, Центр, тот же самый Зеленый Роща. Люди сами писали в ВКонтакте, в социальной сети адреса эти, где видят проблемные дороги. То есть, больше всего писали в самой Черниковке. То есть, Черниковку можно просто обводить и зарисовывать все. Сестра езжет, тоже у нас машина, как бы, несколько раз попадала в такие ситуации, что не ударялась там, или, как бы, ну, портилась машина. На работу, на учебу, вот это очень влияет. И мы хотели бы, чтобы у нас дороги были хорошие, чтобы такого не было. Я ехала, а мне водитель, как бы, говорит, вот, остановить у вас колесо проколот. Я вот тоже на яму наехала. И я только училась, как бы, на права с инструктором ехала. Вот, пришлось менять колесо. На дороге находитесь? А мы здесь, видите, у нас все оборудование треугольника, и мы, в первую очередь, на безопасность, мы это знаем. Пожалуйста, администрация города, обратите внимание на наши дороги. Пожалуйста, почините нам наши дороги. Не ямочный ремонт, а положите хороший, нормальный асфальт, луговечный. Это наша цель. Это ужас, это просто кошмар на нашей дороге. Вообще ездить невозможно. Я иногда думаю, вот, просто стать военным, взять танк, да, и ездить на танке вот по этим нашим дорогам, понимаете? Надо делать, беспредел какой-то творится. Я вот этой весной четыре зимние шины, то есть сезон не отъездил, все порвалось, все выкинул. Видите, мы отметили эти ямы, и как бы уже люди вот замечают, и как бы медленно уже проезжают это место. Как бы написали там, что ямам нет, и как бы уже замечают, и как бы проезжают вот уже без, как бы, таких повреждений, как раньше. Они тут так проезжали быстро, и как бы сразу у них капот ударился об эту яму. Надеемся, дорожники тоже обратят на это внимание и устранят недостатки. В Салавате такая акция проходила, на следующий день организатор акции пригласил к себе мэр города и сказал, что будем работать совместно, ремонтировать дороги, и в итоге они, собственно, этим сейчас и занимаются, да? То есть акция сработала, власть пошла на встречу. Я очень надеюсь, что если хотя бы у нас меня не пригласят к мэру, в этом ничего страшного не будет, но отремонтируют дороги, я уже буду рад.